Ереван 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 Македония начинает свою первую атаку. Знакомимся с составами команд. В сборной Андорры практически нет изменений по сравнению со встречей против команды Македонии, которая прошла четырьмя днями ранее. Единственная замена это вместо Даниэля Меккиаса. В игре сегодня принимает участие от высшей дисквалификации Ильдефонс Лима, который является капитаном команды. Итак, в воротах Хосе Гомес номер первый, Ильдефонс Лима, шестой он же капитан, Хорди из Куры 19, третий Марк Бернаус, восьмой Марсио Вейера, двадцатый Марк Валес, восемнадцатый Хосе Аяло, одиннадцатый Серхио Морена, седьмой Кристиан Мартинес. И тут же атака сборной команды Армении уже на первой минуте и после подачи мяча в штрафную площадь со штрафного удара попадает мяч в перекладину ворот Хосе Гомеса. Был бессилен вратарь Андоррской команды в данном эпизоде, но чуть-чуть не повезло в данной ситуации хозяевам. И можем отметить, что ни о какой недооценке соперника речь со стороны армянской сборной попросту не идет. Мы видим, что уже на первых минутах, больше того, еще до того, как секундная стрелка успела совершить свой первый оборот, армянская сборная создала великолепный момент в штрафной площади соперника и продолжает владеть мячом и продвигаться в сторону штрафной площади Андоррцев. Но давайте все-таки сейчас, пока мяч находится на половине поля армянской команды, мы закончим с составом как минимум гостей. После Айялы я назвал еще одиннадцатого Серхио Моренеса. Морена, Кристиан Мартинос, единственный человек, который в этом отборочном турнире забил гол за команду Армении и сделал это в ворота сборной Ирландии. Кристиан Мартинос номер седьмой, Себастьян Гомес девятый и Фернандо Сильва выступает под номером пять. Главный тренер команды Андорры Кольдо Альварес, сорокалетний наставник этого национального коллектива. Вот сейчас андоррцы перехватывают мяч в центре поля, но тут же следует потеря. Впрочем, арбитр от этой встречи, а судья сегодня Томаш Микульский из Польши, считает, что было нарушение правил со стороны армянского футболиста. Томашу Микульскому помогает Петр Сачук, Икшиштоф Мырмус, вся бригада из Польши. Смотрим еще раз, что же там произошло в штрафной площади команды Андорры. Очень грамотно футболист армянской сборной. Если ничего не путаю, это был Эдгар Манучарян. Перебрасывал мяч ударом головой через голову голкипера и сделал это действительно классно. Гомес до мяча не дотянулся, но мяч, ударившись в каркас ворот, перекладину, вылетел обратно в поле. И добить его армяне в ворота соперника не смогли. Еще одна подача в направлении все того же Манучаряна. Он получает мяч, играет с партнером. Афсипян. Манучарян на правом фланге продвигается в сторону штрафной площади и простреливает. Выбивают с огромным трудом, выбивают мяч защитники из собственной штрафной площади. Ну и мы смотрим, что сборная Армении действительно в этой встрече настроена очень и очень серьезно. Не так часто у команды из этой страны появлялась возможность вплотную подобраться к лидерам группы. А группа, как выясняется, очень и очень ровная. Ну и то, что сборная России сумела одолеть в гостях команду Ирландии, это безусловно очень много значит для дальнейшего продвижения к вершине таблицы подопечных дикоадвокатов. Афсипян с мячом бросает его из-за боковой. Передача вперед на партнера. Это Маркос Пизелли, ну или попросту Маркос, натурализованный бразилец, который уже довольно давно играет за сборную Армении. Передача на левый фланг. Удар поворотом. Есть 1-0. Сборная Армении. Не прошло и четырех минут. Открывает счет в этой встрече. И Георг Казарян отличается. Очень здорово действовал он на углу штрафной площади команды Армении. И вторая всего лишь встреча этого футболиста. И второй мяч в ворота соперников своей национальной сборной проводит Георг Казарян. Мне лично, честно, напомнил этот гол. Тот мяч, который влетел в ворота Игоря Акинфеева в домашней встрече российской команды против сборной Словакии. Помните, Мирославсток. Ну, правда, тогда чуть-чуть более быстро развивалась комбинация. Продвинулся схожим движением вдоль штрафной площади нашей команды. И, похоже, ударом поразил ворота сборной России. И тот мяч так и остался единственным в этой встрече. Сейчас несколько иначе развивалась ситуация. Больше футболистов было в штрафной площади Кохоса Гомеса. Но, однако же, итог оказался тем же. Мяч влетел в сетку ворот. И счет был открыт. 1-0 на четвертой минуте. Георг Казарян становится автором первого гола в этом матче. Ну что ж, давайте успеем все-таки познакомиться с составом сборной команды Армении, в котором по сравнению с матчем против Словаков два изменения. Не играет диспалифицированный Карлен Мукртычан. И Леон Пачаджан сегодня остался на скамеечке на запасной. Итак, сборная Армении. Роман Березовский в воротах. Саргис Апсипян. У Березовского 1-й на нож. Саргис Апсипян. Капитан команды номер 4-й. Роберт Арзуманян 5-й. Артак Едигорян 17-й. Пятый Грайр Макоян. Седьмой Артур Едигорян. Восемнадцатый Генрих Мехитариан. Восьмой Маркос. Десятый Георг Казарян. Автор единственного пока забитого мяча в этом матче. Юрий Мавсисян 14-й. И Эдгар Муночерян играет под номером 13-й. Главный тренер сборной команды Армении. Вардан Минасян. Также он тренирует не только национальную команду, но еще и нерванский пюник. И больше того является, если кто не знает, самым молодым тренером национальной команды среди всех, кто возглавляет сборной на отборе к Евро 2012-го года. Дальний удар футболиста сборной Андорры. Метров примерно 40, а то и 45 по воротам Романа Березовского. И не точно. Отворот. Делкипер Химок вводит мяч в игру. Кстати, Березовский отметил, что несмотря на то, что по окончании этого сезона у него завершается контракт с клубом, тем не менее он не намерен завершать свою спортивную карьеру. А Галкипер, напомню, уже 36 лет. И сказал, что останется в футболе ради того, чтобы помочь национальной команде. Ну что же, похвально желание Березовского, если он чувствует в себе силой, если он по-прежнему является твердым первым номером национальной команды, помочь этой сборной. А сборная, согласитесь, действительно перспективная. Добиться хорошего результата по итогам этого отборочного турнира. Скажем только слова благодарности от всех армянских болельщиков Роману Березовскому. Ну и, конечно, поделимся. На той встрече ТО против команды Андорры, даже несмотря на невпечатляющие, мягко говоря, достижения соперника армянской сборной, зрителей, наверное, должно быть чуть-чуть побольше. Дело в том, что уж очень понравилась игра, которую армяне продемонстрировали в игре против слова. Вновь атака львым флангом и передача в штрафную площадь. Защитник дотягивается до мяча и едва не срезает мяч в собственные ворота. Ну, начало. Марк Бернаус, бросаясь под эту прострельную передачу в направлении все того же Муночаряна, который активен на первых минутах, сыграл в противоход собственному галкиперу и едва-едва не поразил свои же ворота в данном эпизоде. Но угловой. Сразу пять, там шесть футболистов сборной Армении в штрафной площади соперника. Следует подача низа. Еще один удар. На сей раз не точно. Говорил перед началом этой встречи Вардан Миносян, что он понимает прекрасно, что команда является фаворитом в этой встрече. И предостерегал своих футболистов от того, чтобы они вышли на игру с некоторой расслабленностью. Дело в том, что сейчас все только и говорят о победе, отметил тренер. А я же говорил своим игрокам, чтобы они мало внимания обращали на публикации средств массовой информации и предпочел бы добиться победы при не самой лучшей игре. Но если мы забьем быстрый гол, то давление несколько ослабеет. И вот обратите внимание, именно быстрого гола и добилась сборная команда Армении. И сейчас, как мне кажется, почувствовав игру, почувствовав ход, футболисты армянской команды могут еще в первом тайме неоднократно огорчить сборную Андорры. Вот сейчас нам показывают Вардана Миносяна и его помощников, в числе которых и Артур Мкрутычан. Если помните, некогда этот футболист играл в московском «Торпедо». В общем, знакомые все лица, а те, которые не знакомы, те начинают постепенно утверждаться в футбольной Европе и показывают, что эти лица, может быть, и не очень хорошо знакомы широкому клубу европейских болельщиков, но, тем не менее, имеют свое очень даже привлекательное лицо. Если посмотреть на год рождения футболистов этой армянской сборной, то можно отметить, что большинство футболистов очень молодые, в частности, с исключением Березовского и, пожалуй, что Саркиса Всепяна, все остальные 20, 21, 25 лет, вот один из самых возрастных футболистов, которых можно обнаружить в этом составе, это Роберт Арзуманян, защитник действующий под пятым номером. Так что перспектива у этой команды есть, и перспектива, как мне кажется, по матчам, которые армяне демонстрируют в этом отборочном турнире, очень-очень приличная. 10 минут позади в игре Армения Андорра, 1-0 после гола Геворга Казаряна на 4-й минуте встречи. Березовский вводит мяч в ворот. Не впечатляющую, как кажется, сборную по футбольным европейским меркам, как команда Андорра. Кстати, эти сборные встречались между собой 6 раз. И лишь однажды армянская сборная не сумела добиться победы в 2007 году в товарищеской встрече. До удара поворотом, не ногой, но головой. Однако же сумели справиться, отбиться в данной ситуации гости, и сейчас приходят уже к наступлению, в очередной раз добиваясь права на штрафной удар. Серхио Морено второй или третий раз уже упал в борьбе с защитниками армянской команды. Пожалуй, пока он одним из самых активных футболистов в своей сборной является. И вновь в гости зарабатывают право на штрафной удар. Как и в предыдущих случаях у мяча Ильдефон Слима, капитан сборной Андорры. То, что ударом он обладает, отмердно мы уже убедились. Осталось только начать попадать створ в ворот. Партнер отбрасывает мяч Лиме под удар, и тот наносит не самый опасный, но все-таки потревоживший Березовского удар. Впрочем, все прекрасно видел Роман, даже несмотря на то, что был закрыт стенкой из нескольких футболистов своей команды, и очень четко зафиксировал мяч в собственной вратарской площади. Искура бросает на партнера, и положение вне игры фиксирует бригада армян. Вот так смотрю на статистику встреч между двумя этими командами, и обращаю ваше внимание, что ни один из матчей не завершился так легко для команды Армении, как можно было предположить. Лишь единственная встреча в 2005 году армяне выиграли у Андорры со счетом 3-0, а все остальные матчи чаще всего даже пропускали. И в первом матче мы уже отмечали 3-1, и в следующей встрече 2-0, потом была довольно трудная победа со счетом 2-1. Больше того, футболисты сборной Андорры сумели сравнять счет, и до последнего надеялись на завоевание ничейного результата. Однажды и вовсе сумели увести очко из встречи с командой Армении, но это было бы справедливо, если бы тот матч не носил статус товарищеского. Ну и заключительная встреча как раз таки и стала ничейной для сборных команд Армении и Андорры. В 2007 году соперники разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга. И вот сейчас новая встреча, новая встреча спустя 3 года, и уже в самом начале встречи Казарян сумел таки распечатать ворота Хосе Гораса. Очередная замысловатая комбинация армянской команды, и выход 1 на 1. Блестяще спасает свои ворота армянский голкипер, но только лишь до повторного удара футболистской сборной Армении. 2-0. На 16-й минуте встречи Казаряна поздравляют, или же Казарян принимает поздравления. Нет, кто-то из его партнеров, мы видим, что и первые лица Государства и Федерации футбола Армении присутствуют на трибунах. Это и президент страны Серж Сарксян, и президент Федерации футбола Рубена Рапетян. Вот у них радость сейчас на Авиапи-трибуне. Провалились в очередной раз футболисты сборной команды Андорры в обороне, позволили пробить Мавсусяну и кто-то из его партнеров. Повторным ударом после блестящего спасения Гомеса поразил таки ворота сборной команды Андорры. Смотрим еще раз. А Казаряна-то и был дубль. Казаряна уже на исходе четверти матча нет. Подсказывает мне наш редактор Дмитрий Бобцов, что это Генрих Мехитарян, один из самых опасных футболистов в составе сборной Армении, едва ли не главная звезда, да, пожалуй, что и главная в составе этой команды отличился. До этого на счету Мехитаряна был один гол в ворота соперника, и вот сейчас второй раз он поражает ворота конкурентов команды Армении. Ну что же, 2-0 на исходе первой четверти часа, и то ли еще будет очередная атака армянской команды. И с линии ворот выносит в футболист сборной Андорры мяч после того, как Юрий Мавсисян, кстати, он висит сегодня на предупреждении в случае получения желтой карточки, пропустит следующую встречу отборочного турнира. Но кто сейчас думает о том, чтобы не заработать предупреждение? Сейчас подавляющее просто преимущество сборной команды Армении, и статистика по владению мячом нам это подтверждает, да и, собственно, и все другие компоненты, и, в частности, счет на табло. 2-0 уже на 16-й минуте встречи. Армянская сборная вторично поразила в ворота Хосе Гомеса. Не обошлось там и без ошибки голкипера. Но, как мне кажется, не стоит, ни в коем случае не стоит обвинять вратаря во втором пропущенном голе. Дело в том, что буквально за секунду до этого он спас свои ворота в очень-очень непростой ситуации, продемонстрировав прекрасную реакцию после того, как Юрий Мофсисян бил по его воротам в броске, ногой сумел отразить этот мяч, и только потом ему уже не хватило, как мне показалось, физических сил, но и немного везения после того, как Генрих Махитарян, один из лучших в больнице в сборной Армении и Донецкого Шахтера, сумел-таки второй раз отличиться в этой встрече. 2-0. И лежит кто-то из футболистов сборной Армении, по-моему, это Маркос как раз был. Березовский выбивает мяч за пределы поля. Требует вмешательства врачебной бригады Томаш Микульский. Смотрим мы, при каких обстоятельствах. В общем-то, так на первый взгляд показалось, что ничего особо страшного не произошло в том игровом моменте, а мы еще раз смотрим, как развивалась предыдущая атака армянской команды, и как в последний момент буквально Фернандо Сильва, нападающий сборной Андорры, Андорры сумел выбить мяч буквально с ленточки собственных ворот. Сантиметров там 40-50, наверное, было до линии, и нападающий пришел и помог своим защитникам. Ну что, не уж Андорра настолько слаба, или же сборная Армении столь сильно прибавила после того, как почувствовала вкус крови соперника в игре с командой Словакии. Давайте, кстати, посмотрим, что там у нас с календарем, в группе Б, в частности, и когда сборной России играть против команды Армении еще пока не встречались в этом отборочном турнире между собой Армения и Россия. Ну и, собственно, следующий отборочный матч сборная нашей страны будет проводить как раз-таки здесь, в Ереване. Не факт, правда, что на этом стадионе. Мне хотелось бы, говорят, что и матч против команды России также будет проведен на республиканском стадионе. Он не самый крупный, не самый вместительный. Но просто до этого национальная команда не собирала полные трибуны даже здесь, на республиканском. И вот теперь, после такой зрелищной игры, как мне кажется, уж чего-чего, а проблем с продажей билетов на матч против России не будет, ну ни при каких обстоятельствах. 26 марта, запомните эту дату, сборная России отправится в гости к команде Гвардана Миносяна. И это будет следующая, пятая встреча в отборочном турнире. То есть, таким образом, сегодня завершится часть 2010 года в отборочном турнире группы Б. Ну, собственно, как и в других группах, наверное, тоже. Получают право на опасный штрафной удар футболисты сборной Армении. Подбадривают друг друга Роберта Разуманян и Марта Спизелли. После того, как заработали это штрафной, Эдгар Моначалян подходит к мячу. С левой ноги, судя по всему, будет прямым ударом пытаться поразить ворот Хосе Дониса. Вот выстраивает стенку очень скрупулезно. Удар. И как раз в стенку мяч не попадает. Повторный удар. Мы уже видели сегодня, что... Иногда не просто помогает, а такие удары становятся результативными. Да, впрочем, и в игре Ирландии-России тоже мы вспомним, что один из мячей второй, собственно, наша команда пропустила после блестящего спасения Игоря Акинфейла, который был бессилен против повторного удара. Но сейчас очередная пауза в матче. Фильдефенс Лима, капитан сборной Андорры, судя по всему, получил просто по лицу. Футболист под шестым номером во время исполнения ударом Манучиряном штрафного удара. И сейчас, после того, как игрок придет с себя, встреча продолжится. Прекрасное настроение у команды Армении. Оно и понятно. Перед началом этого матча разница забитых и пропущенных у армян была 5-4. У сборной России, кстати, 5-3. В случае, если дело пойдет так и дальше, даже если наша команда, а мы все в это верим и на это, разумеется, надеемся, обыграет команду Македонии, армянская сборная может иметь лучшую разницу, ни много ни мало. Уже сейчас она лучше, чем у сборной России, но Россия, правда, еще играет свою встречу в скопье, равно как и команде Армении еще продолжать и продолжать матч против Андорры. Что-то невмятные пытались сообразить андорфские футболисты на чужой половине поля. Никакой обработкой мяча там и не пахло. Опасная передача. Мовсисян. Мовсисян отыграл фору у защитника и продолжается атака армянской команды. Играет Мовсисян с Казаряном. Вновь получает мяч, отдаёт его партнеру. Перевод на противоположный фланг. Это Арзуманян. С контролем мяча пока никаких проблем у армянской команды нет. А вспомните, как непросто развивалась встреча против Андорры для сборной команды России. Впрочем, стоит учитывать, что та игра была первой в новом отборочном цикле для нашей команды. Плюс к всему она проходила в Андорр-Лавелье. На одном из самых маленьких полей этого отборочного турнира. В крайне непривычных для российской команды условиях. Красивая передача пятка. Оставляют армяне мяч в игре. Играют так, роли. Наибольший повод для волнения, который я могу им лично предложить, это последить за Юрой Мовсисяном, нападающим, который висит, напомню, на желтой карточке. А ведь следующая встреча у армянской сборной против команды России. Отмечал на предматчевой пресс-конференции Миносян, что сборная Андорра частенько прибегает к провокациям. И он уже поговорил с нападающим на эту тему, что желтые карточки могут себе позволить получать исключительно футболисты линий полузащиты и обороны. Нападающие не имеют права получать желтые карточки и уж тем более получать повторную желтую карточку. Вот так довольно резко, как мне кажется, Миносян отреагировал на предупреждение Мовсисяна, который тот получил матч против команды Македа. Впрочем, сегодня пока никаких предпосылок к тому, чтобы Мовсисян начал играть жестко и уж тем более грубо нет. Армения продолжает владеть инициативой, владеть территорией, владеть мячом и полностью контролирует ход встречи. 25 минут позади в первом тайме, 2-0 впереди сборная армии. Отворот. Обратите внимание на статистику. Точность передач поражает. Как у команды Андорры 2-3 мячей находят адресат. То, что касается армянской команды, 85 процентов, я лично ничего подобного не припомню. А ведь сборная армии, они в основном играют на чужой половине поля. И вот этих вот коротких от защитника к защитнику мы почти не видим. Наоборот, пытаются постоянно обострять игру армянские футболисты. И это у них получается очень неплохо. Вот вам, пожалуйста, еще один претендент. Ну, по крайней мере, по той игре, которую мы видим в последних полутора, скажем так, матч со стороны армянской команды, еще один претендент на выход из группы. Мы тоже было, думали, основные соперники Ирландии со Словакией. Если так пойдет и дальше, еще и Армения. Еще мы плохо представляем, что из себя представляет уж, простите за каламбур сборной Македонии, в особенности без Горна Пандиума. С Пандиумом это одна команда, без футболиста Интера совсем другая. Это неплохо, потому что Пандиум не сумеет сыграть с Россией через несколько часов. 2-0 по-прежнему в матче Армения-Андорра. И едва ли не первая вылазка к лицевой линии. Оборот Романа Березовского у футболистов сборной Андорры. Нарушение. Ну, грубо, безусловно, здесь действовал Кристиан Мартинес. Это была главная звезда команды Андорры. И, как мне кажется, можно было от страски для показать футболисту желтую карту. Уже убегал от него футболист сборной Армении и не видел. Он соперника, а так же, как и соперник, не имел никакой возможности отобрать мяч чисто, без нарушения. Бернаус. Блестяще у него отбирают мяч с футболистом. А тут еще и упал. Повалится. Афсипян. Вот нечасто так бывает, что футболист, пусть даже наизаслуженнейший, каким, безусловно, является Афсипян. Пока едва-едва, а шутка становится 3-0. И очередное спасение демонстрирует Хосе Гомес в этот раз после удара Маркоса Пизелли. Так вот, Сергей Афсипян, который и начал эту комбинацию, а продолжил, кстати, очень-очень красивым пасом Юрия Мавсисян. Так вот, Сергей Афсипян, он немного не мало, а старше тренера будет. И если вспомнить, что всего сборная команда Армении провела до матча с Андоррой 132 встречи, Афсипян, представьте себе, принимал участие в 116 из них. В том числе и в самом-самом первом матче команды Армении в 1992 еще году, 14 октября. Почти 18 лет без двух дней прошло с той встречи, тогда сборная Армении играла против команды Молдавии. И вот Афсипян как начал выступать за сборную с самого первого матча, так до сих пор и продолжает. И вот за эти 18 лет пропустил лишь только 16 матчей. Это 117-й его матч за сборную команду своей страны. И, кстати, он старше тренера на год. Минасяну 36, а Афсипяну 37. Кстати, вот только что показали нам табличку с надписью 100, которую болельщики, которые, безусловно, следят за статистикой своей команды, подняли над головой. И я вам поясню, что они имели в виду. Дело в том, что сборная Армении в этом матче забила свой сотый и уже 101-й мячи за те 18 лет, во время которых сборная Армении выступает как независимая команда. 99 мячей было перед началом этого матча на счету армянских футболистов. Соответственно, автором сотого мяча стал Георг Казарян и на 101-го Генрих Махитаря. Очередное нарушение правил и очередной штрафной будут пробивать футболисты сборной Армении. И вновь стандартная ситуация будет пробиваться из непосредственной близости от штрафной площади соперника. Вот любопытная статистика. Трестри, но нет, мне кажется, немножко больше все-таки футболисты сборной Андорры нарушали правила. Я вот сейчас помню, как минимум три штрафных было пробито на чужой половине поля. А вот буквально пару минут назад мы видели, что Андорра-то била по ногам соперника и неподалеку от штрафной площади Романа Березовского. Моночеряна мяча. Навешивает штрафную площадь. И звучит свисток арбитра. Почитал он, что Рильдефон Салиму с нарушением правил атаковали футболисты команды, которая этот штрафной и разыгрывал. Вот так предположу, что если не утихнет кураж, с которым футболисты сборной Армении действуют в последних встречах, я думаю, что уж этот-то матч должны провести с должным настроением до самой последней минуты футболисты сборной Армении. Вполне возможно, что перед началом матча с Россией придется и на другой стадион встречу переносить. Все будет зависеть от ажиотажа. А если учесть, что до той встречи еще несколько месяцев, то совсем не исключаю я вариант, по которому Рильдефону раздан. Вновь вспомнят про этот легендарный стадион. Хо-хоу! 3-0! Аксикян по правому флангу. И после его прохода во вратарской площади соперника с защитниками и галкипером разобрался Юрий Мовсисян. 3-0! Как в среднем каждые 11 минут, даже чуть меньше. Каждые 10 с половиной минут, в зависимости от того, как там будут развиваться события в остальных матчах. 5-4 было, сейчас 8-4. Лучший показатель помимо армянской команды был у сборной команды Ирландии и у сборной России. В том числе плюс 2 у команды Армении становится плюс 4. Причем обратите внимание, сразу два защитника бросались на Мовсисяна. Овсисян там на своем правом фланге обыграл несколько человек, то ли двух, то ли трех. И в итоге нашел возможность для того, чтобы навесить штрафную площадь соперника. И там Мовсисян, освободившись от опекунов, во вратарской площади сделать это бывает, как правило, крайне сложно. Но сумел в одно касание поразить ворота соперника. 3-0. А ведь напомню, что Андорра в этом отборочном турнире еще ни разу не проигрывала крупно. Три мяча пропустили только от команды Ирландии. Четвертая встреча Юрия Мовсисяна в этом отборочном турнире, как и для большинства футболистов, которые попадают в основу сборной Армении. И третий мяч этого острого форварда. Очередное появление бригады врачей. Ну, мы также, как и Вардан Миносян, знаем, что команда Андорры любит провоцировать. Большего умеет это делать. Вспомним хотя бы заключительный матч отборочного турнира перед предыдущим чемпионатом Европы. Как-то Аршавину пришлось пропустить как раз-таки из-за красной карточки в Андорре целых две встречи группового турнира. А если учесть, что сейчас встреча развивается отнюдь не по сценарию, который, возможно, выписывал своим футболистам Кольда Альварес, не исключу, что сейчас начнут и провоцировать, и вполне возможно даже и открыто фалить футболисты сборной Андорры. И вполне возможно, что сейчас придется поберечься от травм футболистам сборной Армении. Так вот, Юрий Муфсисян, который забил третий мяч в этом отборочном турнире для себя и стал таким образом лучшим бомбардиром сборной Армении, сейчас выступает за футбольный клуб «Рандерс» из Дании. Но что-то у него не очень заладилось в настоящий момент, вполне возможно его возвращение вместо национального чемпионата. Хотя вот так посмотреть, есть, конечно же, легионеры в этом составе, в частности, помимо Березовского, это и Артура Дегарян, который выступает вообще за иранскую команду, в другой клуб из этого города, в «Шахтер», вне игры. И пусть мяч влетает в сетку ворот, но буквально за мгновение до того, как он коснулся головы футболиста сборной Армении, прозвучал свисток и, разумеется, гол защиты не будет. Но, тем не менее, продолжают раз за разом поражать ворота соперника армянские футболисты. Продолжают доигрывать каждый-каждый эпизод до победного. Причем до победного-то получается. Так вот, и перебрался Генрих Мехитарян в состав Донецкого «Шахтера» за 7,5 миллионов евро. Согласитесь, очень приличные деньги. И, больше того, практически сразу закрепился в основном составе, успел стать и футболистом месяца. И сейчас, как поговаривают, именно ради того, чтобы иметь возможность выпускать этого футболиста в стартовом составе, Мерч Луческу стал ставить его в игру оттянутым форвардом, чтобы не жертвовать ни Мехитарянам, ни Жацена. И, соответственно, чтобы два этих талантливых игрока имели возможность вместе оказывать давление на соперниках Донецкого клуба. И, как выясняется, этот ход себя оправдывает. Оправдывает он не только в клубе, но еще и в сборной. Сегодня, судя по той схеме, которую использует Миносян, Мехитарян как раз-таки и действует немного в оттяжке. Так что на пользу подобное решение Луческу пошло не только «Шахтеру», но еще и национальной команде Армении. Есть, конечно, что праздновать болельщикам, а вот что интересно сейчас будет делать команда Андорры. Я, честно говоря, так и не припомню, когда Андорра в последний раз проигрывала с крупным счетом. Давно мы позабыли те времена, когда такие команды, как Андорра, Сан-Марина, Грифтинштейн проигрывали своим конкурентам 0-7 примерно. Мы так откровенно опасаемся сборной Андорры перед каждым матчем. Несмотря на то, что напишем себе в уме три очка в любом случае сборной России, но, в всяком случае, ожидаем всяких сложностей от Андоррской команды. И, как видим, после победы над Словакией кто-кто, а армяне от Андорры никаких трудностей не ждали и теперь уже, по-видимому, и не ждут. Ну, в общем, штрафной удар. Навес в штрафную площадь. Опасно, кстати, могло получиться, если бы мяч долетел до нападающего сборной Андорры. По-моему, это Фернандо Сильва там пытался откликнуться на передачу, но не получилось. Защитники действовали довольно честно. Убежит или нет Минасян? Мафсисян, простите. Это Мафсисян. Минасян – это тренер. Ой! Ну, я не устаю поражаться, честно говоря. Едва во второй раз мяч не срезают собственные ворота защитники Андоррской команды. Ну, а скоростям сборной Армении, на которых они действуют на протяжении почти 40 минут первого тайма, стоит только поражаться. С огромным желанием, но при личной скорости действует буквально каждый футболист армянской команды, не исключая, пожалуй, что из этого состава и Романа Березовского, пусть он вступал в игру пока считанное число раз. Еще одна возможность. И находит возможность для удара футболист армянской команды. И вновь не очень уверенно действует Хосе Гомес. Примерно в такой же ситуации поразил ворота соперника Генрих Мхитарян. И вот сейчас опять, как мне кажется, чуть раньше упал на землю Галкипер, не оттолкнувшись. Просто рухнул в правую сторону, когда нужно было чуть-чуть толкнуться от земли и попробовать предотвратить мяч, полет мяча в сетку. Ну, впрочем, нет. В повторе видно, что он действовал все правильно. Вратарь, если бы он там толкался, то мог бы просто не успеть этот мяч поймать. В мгновение промедления было подобно не смерти, но, по крайней мере, могло привести к очередному пропущенному мяча в сетку собственного пара. Армен с мячом по левому флангу. Вновь Мфисян. И нарушение прайки. Сила. Особо так не стесняюсь. Пытался сделать вид, что уворачивается, но, как мне кажется, решил пойти на фолл до конца. Ну, что тут будешь делать Кольда Альваресу? Замены у него есть. В пассиве три пропущенных мяча. В перспективе три замены. Ну, кого менять? Всю команду? Какой-то футболь невозможно. Даже если и сумеешь это сделать, у него выбор совсем не богат на скамейке запасных. В общем, откровенно, не позавидуешь андорскому наставнику в этой встрече. Но, впрочем, история футбола знавала и ситуации, когда из подобного счета команды не только отыгрывались, но в итоге еще и выигрывали. В частности, нам приходят сразу три матча. Это встреча Лиги Чемпионов менее чем десятилетней давности Вердер Андерлехт, когда немцы после первого тайма проигрывали 0-3. Выиграли 5-3 в итоге. Разумеется, финал Лиги Чемпионов. Милан-Ливерпуль, ну и встреча четырехдневной давности Ирландии-России, когда до 70-й минуты мы знать не знали, кто такие ирландцы. И видели их разве что в первые 10 минут, а потом пропустили мяч после необязательного и не совсем стопроцентного, скажем так, пенальти. Потом еще один пропустили и в итоге могли доиграться. Но, по счастью, этого не произошло. Посмотрим, что произойдет в игре Армении-Андорр. Угловой. Дальний удар армянского футболиста и подставлена какая-то часть тела защитника сборной Андорры. Не рука, очевидно. И рикошет привел к тому, что мяч покинул поль. И теперь нарушение правил уже со стороны кого-то из футболистов-хозяев. Сфали на чужой половине поля и прерви атаку, которая рискует стать перспективной. Такая тактика, которую чаще Андорра скорее использует между сборной Армении. Что там у нас интересно со статистикой? Армянская сборная нанесла поворотам соперника 12 ударов, 7 раз попала в створ, 5 раз, соответственно, промахнулась. Команда Андорры дважды била поворотом Березовского. Однажды точно, и мы помним, что этот эпизод привел к тому, что галкипер здорово размялся. Пять угловых, ни одного углового со стороны сборной Андорры мы пока не видели. Ну вот, собственно, наверное, все такие интересные статистические показатели. За исключением, наверное, того показателя, как счет на табло. Но вы его увидите и без моей подсказки. Их, я думаю, пока еще забывать не собираетесь. 3-0. Артур Едигорян оказывается на газоне. Два Едигоряна в составе сборной Армении. Это Артак Едигорян, 17-й номер. И Артур Едигорян, выступающий под седьмым. Это два брата. Артур, 23. Артаку, 20. И оба, если продолжить в том же духе, еще много-много лет будут радовать своей игрой поклонников сборной Армении. И пока Ереванского курина. Как будет дальше по смыслу? Штрафной. Очередной штрафной под заново из первого тайма будет пробивать сборная Армении. И вот это может оказаться опасным. Махитарян оказывается на газоне. А вот не раньше ли начал падать болезнь Донецкого Шахтера, чем его коснулся игрок сборной Андоры? Совершенно точно касание было. Но вот на повторе мне лично на мгновение показалось, что Махитарян попробовал было обхитрить арбитра. Ну, раз свисток прозвучал, соответственно, это получилось. Ну, не исключаю, что просто повтор дал. Дал миру, явил ему оптический обман. Дальний удар поворотом. Вышел. Что же, постепенно, наверное, можно подводить итоги первого тайма. Юрий Мовсисян, пожалуй, пока самый активный игрок сборной Армении в первом тайме. Успел не только потоптать там на своем левом фланге защитников, успел еще и отличиться. Третий гол именно на его счету. Успел очень много помочь партнерам. Ну, и в общем и целом, думаю, никто не будет спорить с тем, что преимущество сборной Армении не вызывает никаких сомнений, даже несмотря на какие-то попытки завязать борьбу со стороны андоррской команды. Пока никаких шансов у этой сборной нет. Армения, почувствовав кураж, продолжает сминать соперников. И, что касается сборной Словакии, то, наверное, победа над Словаками была воспринята многими как серьезная неожиданность. А вот такой счет 3-0 уже после первого тайма. Кстати, он еще может измениться, так как играть еще около двух с половиной минут. Думаю, уже не стал сюрпризом ни для кого. Все поняли, что на Кавказе появилась еще одна серьезная сборная. И эта сборная, как мне кажется, если и не поучаствует в распределении путевок на чемпионат Европы 2012 года, то, как минимум, сыграет очень серьезную роль в нашей группе. Но, впрочем, давайте подождем еще с выводами. Впереди еще, как минимум, в этой встрече целый тайм, да еще и две минуты в первом тайме. Плюс ко всему, отборочный турнир в конце марта следующего календарного 2011 года начнется как бы заново. Просто потому, что пройдет уже целый сезон. Зима на носу. И, соответственно, еще очень многое изменится как в физической готовности футболистов, так, может быть, и в кадровом составе сборной. Но, впрочем, давайте пока действительно не будем спешить, а просто посмотрим, что там будет происходить во втором тайме матча Армения-Андорра и как завершится, собственно, первая половина. Сборная Андорра с мячом. Нарушение правил. Линейный арбитр очень четко зафиксировал, что был фолл со стороны армянского футболиста. Артак Егигарян. Борцовским приемом уложил на газон Себастьяна Гомеса. И сейчас Серхио Моррена будет исполнять штраф. Навес штрафную площадь точно в руки Березовского. А в статистике может, наверное, этот навес, эта передача попасть в итоговый протокол, как удар в створ ворот соперника. Айяло. Овсян. Вот мы, видимо, уже на правом фланге. Айяло. Играет с партнером. Со стороны сборной Андорры, наверное, выделить по большому счету не некого. В первые минуты еще пытался капитан Лима вести своих партнеров за собой. Так, чуть чаще остальных Серхио Моррена пробовал открываться и мяч получал. Ну и, может быть, Фернандо Сильва отметился хотя бы тем, что успевал и впереди бороться за мяч. И один раз даже выбил мяч с линии собственных ворот. А так сборная Андорры по сравнению с Арменией пока выглядит командой более низшего ранга. И, по большому счету, особых опасностей, да даже минимальных угроз сборной Армении она не представила. Козырян четвертая минута, Мхитарян шестнадцатая, Муфсисян тридцать вторая. Авторы мячей сборной Армении в первом тайме матча против команды Андорры. И на перерыв команды уходят со счетом 3-0. И счет этот, пожалуй, очень-очень радует публику, собравшуюся на республиканском стадионе. Девять ударов в створ. Шестнадцать всего армяне нанесли поворотом команды Андорры. Соперник, кстати, тоже пытался бить поворотом Березовского. Владение мячом 68 на 32. Статистика очень красноречива, ну а счет на табло говорит нам даже больше, чем все остальное. Армения Андорра 3-0 и перерыв.